На Яваривском полигоне во Львовской области продолжаются учения Украина-НАТО. На этой неделе отрабатывали навыки на бронетранспортерах. Чему научились, расскажет Галина Якушко. Литовцы, поляки, британцы, канадцы, американцы. Тренерами для украинцев стали почти 300 военнослужащих из стран НАТО. Каждые полгода они меняются по ротации. Учат тактической медицине, стрельбе, боевому слаживанию и работе в батальоне по стандартам Альянса. Мы обучаем их новым видам тактик. Это тактики, которые они уже знают, но мы их улучшим, упростим понимание простых и сложных задач солдата. Сплотим их команду и вместо того, чтобы самому выполнять задачу, они будут выполнять ее все вместе. Учения проходят на Яваровском полигоне. Вот таких вот 50 хаммеров привезли специально для миссии из Германии. Машины без проблем могут передвигаться по метровым снежным заносам, болоту и песку. Военные используют их как такси. Ну, это же не американские М2 бренды, это наши советские. Для ручной наводки тут есть такие, как в втором советском танке Т-34, ручки, которые крутят ручную башню. Степану всего 19, он служит в вооруженных силах Украины по контракту. Уже воевал в АТО, сейчас он командир этого бронетранспортера. Учения ему очень нравятся, да и натовцев говорит, есть чем удивить. Он надеется, он там в канадской армии имеет справа с танками. Он приходил, ему интересно было, он залезал в нас в башню, смотрелся, как кто-то. Он говорит, что все очень просто. Ну, как вам сказать, тут просто, и ремонтуется способом по-советски, молотком и ломом. Сегодня на задании 30 бронетранспортеров и почти сотни украинских солдат. Механики и наводчики учатся поражать подвижную и неподвижную мишени. На условную линию огня сначала выходят четыре бронемашины, остальные на позициях сзади. Первый в бой вступает БМП с синий-желтым флагом. На нем инициалы военнослужащих, не вернувшихся из зоны АТО. Военные говорят, полученные навыки применят в зоне АТО. Влучность стрельб, влучность тех же снайперов, которых тут научают, это значительным фактором стримования. Если знает противник, что наши бойцы готовы к любому отбитанию, к любому отбитанию атаки, это очень серьезный психологический фактор, который действует на противника. По контракту обучать солдат военные НАТО будут еще два года. За первые три успели подготовить более пяти тысяч украинских военнослужащих. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности. Телеканал Интер. Львовская область. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности.